Приветствую вас, Наталья, в сайте вот вопрос, который у меня возник, возникал на протяжении всего времени, что я читал ваш вопрос, ваш текст, возникал вопрос такой, откуда вы все это знаете про своего мужа? Откуда вы знаете про то, что он с кем-то общается и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Складывается ощущение, что вы за ним следите, такое ощущение складывается, если вы за ним следите, то получается, что вы нарушаете личные границы человека. Итак, нарушение личных границ человека возможно в том случае, если вы слишком зависим от своего мужа, то есть если вы недооцениваете сами себя как, словно говоря, личность, как отдельного человека, если вы себя недооцениваете как отдельного человека, то у вас такая проблема. Вот. Соответственно, на этот момент нужно по возможности раскрыть. И по возможности этот момент нужно проработать. Дальше. Тот факт, что ваш муж с вами как сухарик. Другой женщина, он более внимательный, романтичный. Говорит о том, что вы не ведете себя с ним как женщина в общем и целом. И ведь вы же понимаете, что 16 лет брака срок достаточно большой. И за это время могли произойти совершенно разные вещи. И ваше поведение за это время могло измениться, его поведение могло измениться, и ваши ценности могли поменяться, и его ценности могли поменяться. И вопрос заключается в том, когда вы потеряли близость, вопрос в том, когда вы перестали своего мужа привлекать. И какие, какую, какова роль, ваша роль вот в этом, в том, что он перестал видеть вас привлекательным. Понимаете? Если проанализировать это, то, возможно, вы сможете еще все вернуть. Потому что, коль у мужчины появилась другая, то другая это всего лишь средство получить то, чего ему не хватает с вами. И если вы подумаете и дадите мужу то, чего ему не хватает, ну, возможно, придется что-то поменять в себе, то он с большей долей вероятности вернется к вам. И здесь, наверное, самый легкий, самый простой способ, способ, который лежит на поверхности, заключается в том, чтобы вы просто вспомнили, какой вы были, когда, например, только выходили замуж за него, или когда начинали встречаться. И вот просто вспомнить, да, и что-то из этого попытаться привнести в вашу текущую жизнь. Это вот то, что лежит прямо на поверхности. Ну, а, соответственно, если копать глубже, то здесь уже нужно анализировать ваше поведение. Как мой коллега совершенно правильно сказал, если вы хотите разместить, то рекомендации одни, если вы хотите гармонизировать отношения, это, соответственно, работу. Вот, очевидно, что ваш муж либо человек нерешительный в принципе, либо не хочет с вами разводиться, а хочет просто дать, ну, дадать себе то, чего ему не хватает. Вы же, в свою очередь, такое ощущение, что менять что-либо не готовы, а предлагаете просто легкий способ просвистить. Вот, ну, и отсюда вытекает, эм, совершенно естественным образом, отсюда вытекает вопрос к вам, так чего же вы хотите. Ну, потому что, если хотите, например, эээ, как вот часто говорят люди, эээ, сохранить эээм, семью, то, извините. Извините, но просто так семья не сохраняется. Вот, то есть, эээ, семья это, как бы, ну, очень беспредметная категория. Вот, семью составляют люди, и вот на людей-то ей нужно в первую очередь обращать внимание. Если мы говорим о том, что ваши отношения с мужем дают сбой, то, совершенно очевидно, что, ну, вот, именно, эээ, этот сбой нужно восстанавливать. Да, и восстанавливать его нужно вам, потому что от вас, в том числе, это зависит тоже. Ну, вот, такая вот история, такой момент. Так мне это, по крайней мере, видеть. Понимаете? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если понравилось, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.